3100 долларов. Грубо говоря, столько стоит создание одного биткоина, если ваша розетка оценивается в 5 центов за киловатт-час. Теперь уже не каждый может позволить себе такое удовольствие. И хотя сложность сети падает, что безусловно многим майнерам помогает выжить, всё равно есть майнеры, которые уже не могут позволить себе майнить. Как вы думаете, кто эти майнеры, которые сегодня не могут позволить себе майнить? Это какие-то мелкие фермы или крупные предприятия? Пока вы пишите свои догадки в комментариях, я включаю интро. В условиях актуального рынка, когда цена биткоина падает, многим майнерам действительно трудно. Вообще, если говорить о майнинге, на таком рынке вы будете чувствовать себя спокойно и комфортно только в том случае, если вы не несёте накладных расходов. В идеале, вы должны тратиться только на электроэнергию, интернет и безопасность. Беда в том, что многие майнинговые фермы не могут похвастаться этим сегодня. Стоимость их функционирования намного выше. Мне стало интересно, во сколько обходится функционирование таких гигантов, как Bitmain, Gigawatt и так дальше. Я думаю, что падение хешрейта, которое мы сейчас наблюдаем, является следствием того, что не такие мелкие майнеры, как мы, а такие крупные игроки, как Bitmain, отключают часть своих машин, потому что просто не могут позволить себе их функционирование. Вот это я завуалировал, блин. Не забывайте, что майнинговая компания Gigawatt и вовсе объявила себя банкротом. Банкротом с обязательствами от 10 до 50 миллионов долларов. Интересно, что майнинговые мощности Gigawatt располагались в штате Вашингтон. Именно в этом штате стоимость электроэнергии для майнера в этой осенью снова была увеличена, в связи с беспрецедентным увеличением спроса на эту электроэнергию. Что касается компании Bitmain, на данный момент именно она является скелетами-опорой для биткоин-кэша. Из-за этого между крупными майнинговыми корпорациями Bitmain и Enchain даже разгорелась война, которая обходится Bitmain в несколько миллионов долларов ежедневно. Естественно, падение рынка тоже отобразилось на компании, часть оборудования до сих пор не продана. Кстати, если ты хочешь купить или продать биткоин, пользуйся моим мониторингом обменников ExchangeSumo.com. Ссылка будет в описании. Хорошо, предположим, что актуальная тенденция рынка сохранится. Цена биткоина продолжит падать, а весь рынок будет следовать за ним. Битмейну будет очень сложно оставаться на плаву. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Bitmain не может расплатиться по долгам со своим главным поставщиком, тайваньской компанией TSMC, которая поставляла битмейну чипы для майнингового оборудования. Собственно, без этого чипа никакое оборудование работать не станет. Нужно заметить, что долги эти составляют почти 600 миллионов долларов, а на их выплату у битмейна остается всего лишь полгода. Кому битмейн еще задолжали? А история с проведением IPO кажется соломинкой утопающего. Компания в шаге от объявления себя банкротом. Если вы находитесь сейчас в Китае и платите 4 цента за киловатт-час, вам все равно будет трудно. Ваша функционирующая стоимость будет слишком высокой. В уравнении стоимости майнинга для майнинговых предприятий на сегодня существует множество пунктов, требующих денег. Я уверен в том, что все эти предпринимательские, индустриальные, коммерческие и черт ногу сломит, какие предприятия с огромным количеством расходов будут постепенно выходить из игры. Но не спешите огорчаться, для вас это хорошо, потому что у вас нет больших затрат. Кстати, насчет сложности майнинга. Сейчас она находится на уровне 5.6. В ближайшее время, где-то через 3 дня, она упадет предполагаемо на 9.5% до уровня 5.1. Многим людям, которые кивают на сложность майнинга, на хешрейт, рассказывают о падении до нуля и так дальше, нужно кое-что понять. Этот синий график показывает и динамику хешрейта сети биткоина. Падение этого графика означает отключение ферм. Рост этого графика отображает увеличение количества майнинг-оборудования в сети. Сейчас график падает. В сети остается все меньше работающих машин. Что это значит? На момент записи этого видео, один блок в сети биткоина генерируется за 11 минут. А еще работающие фермы добывают 12.5 биткоинов за блок. Чем меньше машин в сети, тем больше биткоинов из этого вознаграждения они получают. Логично. Я действительно верю, что этот график продолжит падение по мере отключения от сети предпринимательских майнинг-ферм. В прошлом году, когда наблюдался огромный бычий забег и цена на крипту росла по секундам, люди шли и тратили безумные деньги на покупку майнинговых ферм. Это привело и к подорожанию необходимого оборудования, тех же видеокарт и к возросшей нагрузке на линии электросетей. В Вашингтоне по этому поводу даже вели мораторий на новые заявки от майнеров. Майнинг биткоина очень энергоемкий процесс. Если в каком-то регионе наблюдается скопление майнинг-ферм, которые пашут 24 на 7, они могут спровоцировать перегрузку инфраструктуры, которая не была рассчитана на такое интенсивное электропотребление. Результатом этого становится повышение цены электроэнергии для майнеров, потому что властям нужно с этим что-то делать, ведь обслуживание инфраструктуры становится более дорогим. И вот теперь обнаруживается один интересный факт. Ни один из этих майнеров-предпринимателей не инвестировал в местную электроинфраструктуру. В итоге они платили 5 центов розетку, а теперь платят 10, а курс падает, а рынок в депрессии. Это ножницы, которые быстро отрезают достаточно большое количество майнинговых центров от сети. И на этом майнинг таких предпринимателей заканчивается. А тем временем гиганты майнинговой индустрии тоже страдают. К примеру, Bitmain потерял 400 миллионов долларов в прошлом квартале этого года. Это колоссальные убытки для компании. Если к ним приплюсовать безмерные долги перед поставщиками и войну с энчейн, то у компании большие проблемы. Но самое интересное заключается в том, что этим летом Bitmain провел 2 раунда финансирования. Эти раунды привлекли 700 миллионов долларов. Эти деньги были конвертированы в биткоин кэш. Чей курс не смог остаться в стороне от рыночных настроений и упал до 80 долларов. 80 долларов. Это кошмар. Кстати, эта ситуация обоюдно страшная и для Bitmain и для Bitcoin Cash. Если Bitmain умрет, то курсу Bitcoin Cash это тоже не понравится. Учитывая, что у Bitcoin Cash нет за спиной Чикагской биржи опционов, нет биржи CME, нет торговой площадки Goldman Sachs, нет BlackRock. Перечислять можно бесконечно. У Bitcoin Cash нет всего этого. А вот у Bitcoin есть. Как бы этот проект и вовсе не умер. Учитывая все это, по моим догадкам, Bitmain отключает часть оборудования, увольняет часть персонала и делает все, чтобы сэкономить бюджет. Кстати, есть этому и подтверждение. К примеру, в Израиле Bitmain закрывает центр разработок и увольняет весь персонал. И последнее, о чем я хочу сегодня поговорить. Вашингтонский биткоин-пионер использует главу 11-го кодекса о банкротстве США. Согласно заявлению о банкротстве, Gigawatt имеет менее 50 тысяч долларов в активах против 7 миллионов долларов долга. Бизнес-модель компании заключалась в строительстве многомиллионного центра для размещения майнинг-ферм. Было привлечено множество инвесторов и даже построены помещения. Все это стоило больших денег, но самой дорогой частью строительства оказались даже не сами здания. Посмотрите на них, они были спроектированы максимально дешево. На самом деле, к этим помещениям нужно было провести электроэнергию. А это значит, что у Gigawatt было слишком много растрат, включая и эти инженерские телодвижения. А теперь с падением рынка им и вовсе пришлось отключать часть своих ферм, что в принципе для остальных майнеров даже хорошо. А для всех, кто говорит, что майнинг неприбыльный, что нужно отключать фермы, что сеть будет падать и дальше, вы правы. Да, вы правы. Большие дяди сейчас в больших проблемах. И это хорошо для дядь поменьше. Поэтому вам стоит остановиться и задуматься. Большие дядьки отключаются. Возможно, это наш шанс. А меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями и обязательно комментируй. Больше комментариев, больше улыбок на этом падающем рынке. Зарабатывай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok